Всем привет, я Ростоцкий, а это Crusader Kings с модом на игру престолов за Станиса Братеона. Я записываю свой голос поверх уже снятого материала, поскольку голос мой не записался. Я заметил это только в конце эпизода. Расскажу вам, почему так произошло. Я проснулся в 8 утра с отличным настроением и был готов записывать новый эпизод, поскольку мне не нужно было идти на занятия. Но, к сожалению, Windows сказал, что ему надо обновиться, и поэтому я ждал 3 часа, когда он обновится. И после обновления, конечно же, сбились все настройки, в том числе и настройки звука, поэтому Bandicam не записывал меня. Но, тем не менее, перезаписывать я, конечно же, все это не мог, поскольку играю на Iron Man'е и никаких сохранений нет. Так что придется выкручиваться вот так. У меня такое чувство, что это уже какая-то традиция, то есть раз из-за какой-то прохождения у меня обязательно пропадет звук, и мне придется все перезаписывать. Ну а сейчас я буду вам рассказывать, что я вообще делал. Вот, как вы видите, я думал, кому из лордов передать западные земли. Тем временем в долине подняли восстание против тирании лорда Роберта, и они там разбирались с этим всем. Я сначала хотел им помешать, но потом подумал, в принципе, если они восстали против тирании, значит есть за что, и ничего с ними не делал, оставил все как есть. Как вы видите, здесь огромное количество фракций, в том числе Томан Железный Трон. Не знаю, сейчас это будет показано или после, потому что я нарезал это вчера и сейчас это озвучиваю, но я начал заговор против Томана, чтобы его убить. Мои корабли приплыли в Варбар, и они осаждали, там все было отлично. Король Роб все еще воют с Железными Островами. И, кстати, как можно видеть, Трезубец ему не помогает абсолютно, и, кстати, у Талии нет наследников, то есть только Роб. Ну, с этим все понятно. Я решил поженить свою дочь Ширан на Эдрике Шторме, на бастарде Роберта Баратеона. Брак я, конечно же, сделал матрилинейный, чтобы все наследники были по нашей линии, а не по линии Эдрика Шторма. Также мне нужно было назначить Хранителя Востока вроде бы, и я назначил им Манифорда Злого Вилариона, потому что он был нашей религией и, в принципе, хорошо к нам относился. Затем я посмотрел вагон и увидел, что Серсея хочет поставить Томана на Железный Трон, то есть она полетет в заговор, и я подумал, что это плохо очень, и надо бы это прекратить. Поэтому я решил посадить ее в тюрьму, но, к сожалению, это у меня не вышло, сейчас вы это увидите. Вот, как вы видите, она подняла восстание против меня, не захотела идти в тюрьму. Это была вообще не проблема, у нее всего 900 солдат, и никто к ней не присоединялся, но в это же время против меня поднялась фракция, которая хотела, в принципе, того же, что и Серсея, то есть посади Томана на Железный Трон. Далее я начал думать, что мне с этим делать, и так как заговор у нас уже был готов, по сути, то я стал подкупать людей, чтобы не присоединились к нам и помогли нам в том, чтобы убить Томана. Поскольку если Томан умрет, то война сразу же прекратится из-за того, что не будет повода для войны. Затем мне надо было дать кому-то западные земли, и я решил дать ее Лео Лефорду, потому что он к нам тоже более-менее относился, в отличие от других, и в целом я думаю, что это неплохой выбор. Затем ко мне пришла Мелисандра и предложила убить Томана с помощью магии. Конечно же я согласился, пусть там были риски получить сумасшедшего и набожного, но к счастью у меня пронесло, и все было отлично, Томан просто погиб. Затем я опять посмотрел в вагоне, Серсея уже не хотела Томана посадить, потому что он умер, а хотела убить просто меня. Мои дочь Ширен и Эдрик Шторм подросли, я их поженил, все было отлично, все было прекрасно. Потом умер мой вассал, и мне перепало его владение в расколотой клешне, и я решил создать там титул и дать его какому-нибудь из вассалов, которые меня больше всего любят. Время шло, и мы наконец-то осадили Арбор и закончили эту бесполезную войну. А лорда Пакстера Твердолобова я отправил в Ночной Дозор, для того, чтобы он мне не мешал, и к властью пришел его наследник, который к нам более-менее относится. Здесь вы можете увидеть, как я зажигаю своих некоторых пленников, для того, чтобы жертву Орглору принести, но сильно этим не увлекался, потому что там можно получить сумасшедшего. А это мне, ну, не надо совсем. Война с Арсеей продвигалась, я садил одну провинцию, тем не менее, в плен ее не взял, но захватил некоторых ее родственников, и это было очень хорошо. И пока я разбирался с Арсеей, против меня подняли еще одно восстание из-за тирании, хотя, мне кажется, я не такой уж и жестокий тиран, каким они мне представляют. В целом, меня тоже это особо не пугало, потому что западные земли в любом случае были на нашей стороне, но лорд Роберт Арен решил тоже поднять восстание за независимость. Просто посмотрите, какое огромное количество людей против меня восстало. Итак, война с Арсеей была выиграна, я отобрал у нее какие-то там владения, и лордство, которое принадлежало, я дал кому-то другому. Сейчас вы это увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Серсей Ланнистер не учится на своих ошибках, поэтому она снова потребовала суд поединкам и, конечно же, проиграла, после чего я отобрал у нее последний титул и изгнал ее. Дальше у нас идет целая куча всяких сражений, которые, кстати, было очень интересно комментировать, но, к сожалению, они не записались. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все шло более-менее неплохо, я был уверен в том, что все эти воины смогу победить, но еще одно очередное восстание подняли против меня мои вассалы, их там было очень много. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ничего, мы продолжаем, я целый час говорил, записывал этот эпизод, но видимо придется мне переозвучивать все. Окей, мы продолжаем нашу войну. Так, Эстермонт у нас в плену, его хотят выкупить. Деньги нам нужны, в принципе, окей. 12000 армия, и нам нужно ее отправить вот сюда. Кстати, еще 9000 могу поднять со своих фасалов. Так, здесь армия есть, отлично. Так, здесь у нас идет армия, и нам нужно поставить полководцев получше. Так, Ричард, Лукас и Лотар, вот вы. Давайте, сражайтесь. Только побыстрее. Так, кажется, мы проиграли эту битву. Нужно отступать срочно. Так, 8000 мы успели оставить. Еще и в долине война. Так, наша дочь тем временем получила второе экономическое образование. Так, еще и авантюрист у нас идет. 12000 армия. Эх, эх, эх. А Мейстилл к нам присоединятся и не торопятся. Он нас не любит даже. Знаете, что я думаю? Для того, чтобы все это ускорить, и для того, чтобы облегчить нам жизнь, единственный вариант это драконы. И ее драконы находятся в кварте. Это значит, что если я сяду на корабли и приплыву в кварт, то я смогу забрать ее драконов. Поэтому я предлагаю закончить этот эпизод. Я не знаю, долгим будет он или нет, в зависимости от того, как я его нарежу после переозвучки. Но в следующей серии мы и поплывем за драконами. Потому что, как мне кажется, это единственный вариант, при котором мы можем одержать победу во всех этих войнах. Несмотря на то, что они не такие серьезные. И если я проиграю, то в любом случае Шелезный Трона не потеряю, но я потеряю долину. Я потеряю вот это вот, Сумеречный Дол. Плюс тут против меня огромное количество людей восстало. Еще и авантюрист. Поэтому я считаю, что на следующую серию надо ставить полет за драконом. Точнее, плавание за драконом в кварт. И мы попытаемся его приручить. Я надеюсь, что у меня это получится и никаких проблем с этим не будет. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.